Вот уже больше 20 лет Audi поддерживает спортивные соревнования по гольфу среди любителей и профессионалов по всему миру. Как известно, спорт и азарт – важнейшие составляющие ДНК немецкого бренда, поэтому компания уделяет большое внимание тем видам спорта, которые полнее всего раскрывают философию марки. В этом году турнир Audi Golf Cup стал частью мероприятия Audi e-tron посвященного выводу на российский рынок первого серийного полностью электрического кроссовера Audi e-tron. За победу боролись как опытные спортсмены-любители, так и начинающие игроки. В соревновании приняли участие клиенты и поклонники Audi, а также владельцы автомобилей других премиальных марок. При этом гости и участники соревнования получили возможность протестировать линейку спортивных моделей с четырьмя кольцами, среди которых были кроссоверы SQ7 и SQ8, а также седан S8. Что касается главного героя дня, первого полностью электрического кроссовера от Audi, то он предстал перед публикой во всей красе. И публика оценила, что необычная новинка сочетает в себе спортивный характер и повседневную практичность. Стоит отметить, что для российского рынка заготовлена топовая модификация, оснащенная двумя мощными электромоторами. Их совокупная отдача 360 сил, но кратковременно мощность может превышать 400 лошадей. На одной зарядке e-tron готов проехать более 400 километров. Добавим, что электрическая новинка не является разновидностью модели Q8. Хотя машины не только похожи внешне, но и базируются на общей модульной платформе. Однако электромобиль имеет оригинальный кузов и укороченную базу. Базовая цена 5 миллионов 595 тысяч рублей. В начальную комплектацию включены пневматическая подвеска, светодиодные фары, двухзонный климат-контроль, виртуальные приборы, электропривод пятой двери и 19-дюймовые колеса. Также этот набор можно дополнить пакетами оборудования или отдельными опциями. Продажей электромобилей займутся избранные дилеры Audi, а в будущем компания планирует расширить географию продаж. В тех регионах, где будет предлагаться e-tron, марка потратит более 40 миллионов рублей на развитие сети зарядных станций.